привет друзья в этом видео отправимся в путешествие по новинкам сейчас представленным на стенде на мебельном салоне 2024 они назвали свою экспозицию меморабилия то есть воспоминания здесь речь идет о том что компания вспоминает два главных качества которые лежат в основе ее днк это декоративный дух и инновационная душа с помощью слияния этих двух естеств рождаются новые изделия новые коллекции идея превращается в новые изделия в первой зоне мы знакомимся как раз с таким произведением это коллекция для уличного использования коллекция для террас которая называется мая мая кресла выполнены очень интересной техники основа изготовлена из композитного материала байдуршийся атон не боится перепадов температуры влажности и воздействия солнца спинка выполнена в технике макраме для ее плетения используется специальный шнур и на одно кресло уходит порядка 80 метров этого шнура мая кофейные столики выполнены из керамики и имеют вставки из витрита а маленькие приставные напоминающие барабаны выполнены полностью из керамики возможно вы узнаете в силуэте диванов уже известную модель престиж это престиж для использования на улице но с точки зрения технологии это полностью пересобранная модель дело в том что здесь подушки съемные они имеют съемные чехлы из новой ткани которая называется берси и это аутдор ткань соответственно она не промокает не пропускает влагу но для дополнительной надежности внутри подушка обтянута еще специальной мембраной может быть выполнена в виде единого модуля фасолины может состоять из двух элементов и в этом случае вы можете переконфигурировать под ваши индивидуальные задачи но конечно самая впечатляющая деталь в этой уличной гостиной это огромный барельеф с фигурой льва его диаметр составляет 3 метра и это не только декорация это тот предмет который вы можете заказать если захотите есть диаметр чуть-чуть поменьше огромный уличный обеденный стол имеет очень внушительный размер более четырех метров и он имеет отделку из витрита причем витритом отделана как столешница так и ножки сама структура выполнена из металла и боковины отделаны деревянным багетом называется этот стол on plein air и он окружен стульями коллекции майя которые выполнены ровно по той же самой технологии что и кресло дополняет эту уличную гостиную мозаичный триптих с традиционными мотивами римская архитектура уличный лаунж также оформлен с помощью кресел майя и столиков майя со вставками из витрита здесь применяется несколько иное цветовое решение кстати что касается шнуров то там есть шесть разных оттенков ну и кстати love сид престиж здесь также представлены в аудор версии дополняет этот лаунж достойный пятизвездочного отеля декоративное панно тропическое очарование заключенная в раму с очень изысканной отделкой под бронзу уличным пространством будь то гостиная столовая или лаунж также требуется освещение и за эту функцию отвечает абсолютно новая коллекция которая называется богем несмотря на то что она выглядит как светильники для жилых пространств богем имеет защитный фактор ip65 соответственно может быть смело использована на улице пока богем предлагается в двух версиях потолочных светильников это гроздь из 9 подвесов и круглая люстра мне она нравится больше но я уверен что эта коллекция будет развиваться в будущем и мы еще увидим другие световые решения для уличных зон сейчас подумали что изготовление мозаичных панно сродни приготовлению пищи сначала вы подбираете ингредиенты потом искусственные готовите и конечно подача имеет большое значение как правильно выложить ингредиенты на тарелку и удивить всех гостей является тоже важным аспектом этого искусства подумали они так и решили сделать собственную кухню и здесь в 2024 году сейчас представляет первую коллекцию которая называется реальто и она включается безусловно все компетенции и все материалы которыми славится сейчас прежде всего обращать на себя внимание огромный остров он имеет длину 4 метра 46 сантиметров и очень необычную форму она закруглена с концов при этом в этих закруглениях также спрятаны ящики здесь мы также должны обратить внимание на то что витрит это материал который можно изогнуть под определенный радиус деревянные детали выполнены из макасары и имеет очень интересную фактуру которая называется конетата это такие очень маленькие ребрышки которые дают непередаваемые тактильные ощущения графики добавляет металлические отделки цвета шампань ну и конечно это остров на котором можно готовить здесь есть для этого все необходимое и варочная поверхность и мойка со смесителем кстати ручки смесителя также выполнены из материала витрит линейная композиция также выполнена из макасара покидор с помощью которых можно спрятать эту кухню и превратить ее в элемент гостиной также имеют отделку конетата а задние панели и столешницы выполнены из витрита и здесь они имеют подсветку кухонной зоны дополняется встраиваемые в стену витрины с боковым элементом повторяющим форму острова остальные створки выполнены также из витрита имеющего еле заметную сетку что добавляет загадочности выставленным предметом обеденная зона состоит из стола осос с поворотным элементом уже нам знакомым и также дополняется студиями нильс здесь обновление заключается в очень элегантной окантовки выполненные с помощью декоративного шва световое арочное панно в этой зоне также выполнены из витрита и она имеет рисунок сделанный на заказ из кухни попадаем в первую гостиную здесь нас встречает сразу несколько довольно симпатичных новинок во первых это серия пуфов серкис которые имеют очень выразительную жаккардовую обивку с типичным для сечи с паттерном во вторых это кофейные столики и приставные столики которые называются ли он столешницы выполнены из мрамора и имеет инкрустацию из золотой мозаики в артистической техники кстати ровно такая же техника применяется и на большом обеденном столе ли он который сопровождается стульями амаретто со спинками обитыми снаружи той же самой жаккардовой тканью обновление коснулась и уже известной коллекции зену этот диван теперь имеет очень необычный угловой элемент который больше напоминает шезлонг вся композиция гостиной установлена на ковре который называется тетрис здесь особенностью является то что теперь ковры сейчас выполняется в трех разных уровнях и в разных фактурах таким образом можно сочетать и различные паттерны и тактильное ощущение и добавлять определенной графики что касается графики то в этом пространстве за нее отвечает также художественное панно которое выполнено в абсолютно разных техниках здесь применяется и витрит и мозаика в артистической форме и в том числе есть ставки из меха она так и называется поп гейм то есть такая поп игра ну и чтобы завершить эту игру в популярную культуру на высокой ноте сейчас в этом году перевыпускает коллекцию next art next art это коллекция акцентных скульптурных иконических предметов с которых и началась история сейчас в жилых интерьерах в этом году они представлены в абсолютно новых отделках и смотрятся как нельзя свежо коллекция диванов и кресел ботера в данном случае представлена в стилистике так называемой тихой роскоши мне кажется что эта стилистика весьма актуально новинкой здесь является светильники которая называется джунка очень интересные светящийся стержень на которой нанизаны симпатичные диски из прозрачного стекла различных оттенков абсолютной премьеры в этом году является кровать ботера которая дополняет уже существующую коллекцию я напомню эта коллекция была названа по имени знаменитого фернандо ботера скульптора мексиканца известного своими произведениями весьма пышных форм сожалению этот художник недавно скончался так что будем считать дополнение в коллекции ботера своего рода омажем его творчество за спальне и установлена модульная композиция blade в виде гардеробной и здесь стоит обратить внимание на решение которое позволяет отбалансировать бюджет более экономичные отделки металла более простой шпон дают возможность сделать это безусловно очень важное пространство разумным в том числе с точки зрения цены что касается функции то здесь по прежнему все довольно удобно добавилась витрина для обуви что безусловно оценят прежде всего представительницы прекрасного пола с коллекции для outdoor ли паре мы познакомились в прошлом году здесь она представлена несколько иных обивках более холодной гаммы в сопровождении кофейных столиков в эмбиенсе домашнего wellness до коллекции для outdoor это идеальное решение для таких зон потому что в них как правило тоже происходят определенные перепады температуры ну и конечно влажность практически такая же как в тропических краях а эта зона отличный пример того как проекты по специальному заказу попадают в итоге в регулярный ассортимент например диваны очень необычные формы были изготовлены для одного проекта ну и настолько полюбились всем что теперь их включили в каталог называется они киото и несут в себе как следует из названия отголоски японской культуры здесь она проявляется как в обивке где мы видим элементы напоминающие нам о веерах так и в форме этих диванов прекрасно сочетается с креслицами тулипа ну а со столиками orbital мы уже с вами знакомы вся композиция установлена на ковре который также выполнен в трех различных уровнях за освещение этого пространства отвечает новая коллекция светильников который называется катана и здесь идея заключается в том что что плафоны выполнены из витрита это абсолютно новое решение для этого шоу причем витрит может иметь абсолютно разный дизайн данная световая инсталляция показывает нам возможности персонализации ну а для освещения например обеденной зоны можно использовать более стандартные подвесы с горизонтальными перекладинами кстати что касается столовой зоны то здесь мы можем познакомиться с обновленной версией стала филипп имеющего внушительный размер 4 метра 40 сантиметров причем здесь интересно прежде всего форма она абсолютно нерегулярная можно сказать фантазийная и индивидуальная также стоит обратить внимание что и подсветка этого стола теперь возможно частично и раньше можно было подсветить только целиком столешницу сопровождается этот впечатляющий стол новыми стульями и кресло который называется оттена оттена это афины здесь очень интересная форма спинки она формуется специальным образом и потом обшивается кожей если на коже появляется бабочки в виде вышивки то это только лишь добавляет изысканности этим замечательным предметом стоит обратить внимание на то что абсолютно все детали стульев сейчас выполнены роскошно и дорого это и ножки и даже крепление которое вы увидите только лишь если его перевернете все максимально достойно изогнутая стена зоны гостиной отделана обоими сейчас узнаваем паттерном артистической мозаики а вот зона гостиной имеет отделку из более традиционных материалов которые уже давно стали визитной карточкой сейчас это витрит в комбинации с мозаичным панно выполненным в артистической технике и заканчиваем наше путешествие мир сейчас 2024 в абсолютно волшебном баре по центру этого пространства установлен новый пуф который называется savage этот пуф легко превращается в db если вы переместите спинку в основе идеи создания диванчиков и пуфов eclipse лежит принцип mix and match то есть вы можете комбинировать обивку каждого из элементов спинки и также обивку собственно основания ну и конечно можете использовать контрастные детали такие как шнур или бахрома очень смешные пуфики называется седл то есть седло ну и собственно форме мы и узнаем этот аксессуар прежде всего знакомый любителям конных прогулок они также могут иметь абсолютно разные отделки зона для принятия прекрасных напитков оформлена с помощью кресел парадайз и на оборотной стороне мы видим искусную вышивку в виде экзотического орнамента ровно такой же орнамент кстати повторяется в панно из мозаики которые установлены в импровизированных окнах за барной стойкой в арках мы видим относительно новый материал для сейчас это обои на бумажной основе ну а зеркальные арки выполнены традиционно из материала витрит кстати дизайн серого обрамления называется астрахань грей сейчас также предлагает и ковровое покрытие которое можно использовать для укладки от стены до стены при этом дизайн тоже может быть кастомизирован в соответствии с вашими пожеланиями либо какими-то архитектурными особенностями пространства а за освещение этого бара отвечает уже упомянутые светильники катаной здесь мы видим различные модификации это и настенные бра которые можно установить как вертикально так и горизонтально при желании и более сложные по своей геометрии подвесы над барными столиками друзья я надеюсь вам понравилось это путешествие на мой взгляд в этом году стенд сейчас выглядит очень сбалансированная и меня абсолютно вдохновили два новых важных добавления в ассортимент прежде всего это кухонная программа ну и конечно развитие коллекции outdoor тоже вдохновляет надеюсь что и вы не останетесь безучастной и поставите свой волшебный лайк напишите что неприятное ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями спасибо пока